Приветствую вас! Я тут нашел очень интересный доклад ООН по поводу международной миграции с 1690 года по 2017. Чего поделиться с вами? Тем более там действительно очень много интересных данных, полезных, которые, ну в общем-то, я думаю, будут интересны как для жителей Украины, так для России, так для Казахстана и Белоруссии, даже Польши. Итак, все внимание на экран. Значит, смотрите, еще раз повторяю, это да, но он, видите, даже вам эмблемку. Я внизу вам даже показал, что это за источник на английском языке, чтобы вы не кричали, что где это взято, вот это взято. Да, международные мигранты, и он считает только тех, которые, так сказать, учтены. Здесь все, здесь даже беженцы, те, которые имеют вид на жительство, которые учатся, которые работают во сне семьи. Понятно, нелегальных мигрантов он посчитать не может. Так что, что есть, то есть. Итак, в 2017 году 257 миллионов, как бы, людей были международные мигранты. То есть, другими словами, это граждане других стран, которые находились в другой стране. Вот такая вот ситуация. Обращаю ваше внимание, в 1990 году таких, ну, международных мигрантов было все на все 190. То есть, мир, мир меняется. Я много раз говорю, глобализация, глобализация, ребята, глобализация, хватит сидеть в своем болотце, хватит кричать, мы хотим только, ну, не знаю даже, что там, в своем болотце никуда не ездят, ничего не делать. Нет, мир есть. Ну, конечно, как ни сложно догадаться, на первом, ну, видите, в мире 257 миллионов мигрантов. На первом месте страна мигрантов США почти 50 миллионов, ну, международных мигрантов проживает на территории США. Ну, это вы, вы сами на это догадались. В России 11,6, в Украине почти 5 миллионов, не удивляйтесь, я потом расскажу. В Германии 4 миллиона, в Казахстане 3 миллиона, в Беларуси миллиончик, в Польше, не удивляйтесь, довольно мало. А сейчас краткая информация по отдельным странам, по всем не буду показывать, ребят, табличка гармонная, интересно, зайдите сами, я говорю, ссылочка вам дал, что это называется. Белоруссия. Белоруссия, ну, проживает, как бы, международных мигрантов с других стран, ну, миллиончик, это логично. Опять говорю, это учет официальных, неофициальный не считается. Понятное дело, на первом месте это граждане России, логично. На втором месте Украины, тоже логично. Ну, получилось, что в Белоруссии граждан Украины проживают 225 тысяч, но имеется в виду, проживают в 2017 году. Можно сейчас немножко померять. С Казахстана 70 тысяч, с Литвы, из Узбекистана, Азербайджана, ну, даже с Грузии 8 тысяч. Граждане Грузии проживало в 2017 году в Белоруссии. Абсолютно реально, я даже уверен. Казахстан. Здесь международных мигрантов 3,6 миллиона. Ну, да, на первом месте это граждане России. Ну, вполне логично. Я понимаю, многие граждане России работают в Казахстане. По этой причине, да, международные мигранты 2 миллиона 400. С Украины 346 тысяч. Уверен, да, действительно. Граждане Украины проживают в чем? Узбекистан 289. Германия 224. Я так понимаю, это те казахи, которые уехали в свою ревну, в Германию, получили гражданство Германии. А сейчас, ну, к родственникам вернулись, или жить вернулись, или работа тут сложная. В Казахстане, видите, есть граждане из Корейской Народной Украины, из Республики 36 тысяч. Из Южной Кореи 33 тысячи, да. И даже из Польши 30 тысяч, да. Ну, опять же, я так понимаю, это вот, скорее всего, такой обмен интересный, когда какая-то часть граждан Польши работает в Казахстане. И плюс, я думаю, какая-то часть казахов получили гражданство Польши. Ну, здесь Турция, я думаю, что это, вот, Турция 48 тысяч работает. Ну, вполне логично, вполне. Казахстан, страна, где можно заработать деньги? Польша. Значит, смотрите, еще раз говорю, это официальный мигрант. Вот, знаете, все крики. В Польше 2 миллиона украинцев. Я много раз говорю, ребята, 1 миллион 700 украинцев отработали, как сезонные работники 2017 года. Общий срок их работы было 6 месяцев. Они отработали 6 месяцев, вернулись. Отработали, вернулись. Здесь еще раз повторяю, это учет международных мигрантов, которые проживали в 2017. То есть, другими словами. Да, Украина на первом месте 209 тысяч. Что это такое? Это лица, граждане Украины, которые проживают в Польше, имеют, ну, трудовую визу, имеют вид на жизнь, которые учатся в Польше. Да, 209 тысяч. Не 2 миллиона, не 3, не 10. Еще раз повторяю. Да, действительно, в Польше довольно много работает сезонных работников с Украины. А вот таких, которые как бы постоянно проживают или длительно проживают на территории Польши, только 209 тысяч. С Германии 80 тысяч. Не знаю, то ли это поляки, которые получили немецкое гражданство, то ли 10 немцы. С Беларуси 80 тысяч. Зогласен. Литва 53 тысяч, уверен. С Россией 40 тысяч. Тоже абсолютно уверен. С Англией 27 тысяч. С США 14 тысяч. Ну, вы знаете, что ряд поляков, вообще поляки очень любят получать американское гражданство. Видите, Ирландия даже 8 тысяч. Я думаю, что это действительно та часть поляков, которые, ну, получили гражданство Ирландии, а сейчас вернулись в Польшу. Да, такое есть, как видите. Италия 10 тысяч. Такие интересные показатели. Ну, возможно, и работники из Ирландии приехали работать в Польше. А почему бы нет? Ну, Россия. В России 11 миллионов и 60-х, ну, проживают международных мигрантов. Логично. Вполне. Вы сами знаете Россию. Запомнили этих 11,6 миллионов других граждан проживают в России. Еще раз говорю, это легальные международные мигранты. В том числе беженцы тоже учтение обращения. На первом месте Украина. Это вполне можно было ожидать. 3 миллиона 272 тысячи граждан Украины легально проживают на территории России, работает, учится. Опять же, в осенне семей. Кто-то, наверное, получил статус беженца. Ну, не думаю, что очень много. Казахстан. 2 миллиона 562. Вполне логично. Да, действительно, я уверен, что... Узбекистан. 1 миллион 142 тысячи. Я думаю, ну, жители России со мной спорить не будут, что да, действительно, граждане Узбекистана на территории России, ну, миллион на этом проживает. Азербуржан. 768 тысяч. Вполне. Белоруссия. 765 тысяч. Ну, для такой маленькой страны нормально. Киргизстан. 592 тысячи. Армяне. 528 тысячи. Таджикистан. 467 тысячи. Думаю, абсолютно. Грузия. 451 тысяча. Вообще, грузины очень много проживают в России, несмотря на то, что там уже так поругались сильно. Молдова. 295 тысяч. А теперь? А теперь Украина. Итак, смотрим на международных мигрантов, которые проживают в Украине. То есть, граждане других стран, которые проживают легально, повторяю, в Украине. На первом месте всего в Украине проживают почти 5 миллионов граждан других стран, которые, ну, по классификации считаются международными мигрантами. На первом месте граждане России. Это вполне логично. Да, действительно. В России. На первом месте граждане Украины. В Украине граждане России. 3 миллиона 300 тысяч граждан России легально проживают временно на территории Украины. Полне логично. В этой причине, конечно, когда там горячий голод. Давайте разорвем связи. Я говорю, вы ненормальные люди. Абсолютно. Потому что у нас действительно на сегодняшний момент, ну, чисто на бытовом уровне, довольно много граждан России живет в Украине и обратный ход. На втором месте Белоруссия. Вполне логично. Да, действительно. 248 тысяч граждан Белоруссии, извиняюсь, проживают на территории Украины. Вполне. Казахстан 224 тысячи. Поверь. Узбекистан 222 тысячи. Да, у нас как бы, ну, понятно, что в России больше проживает граждан Белоруссии, у нас меньше. Ну, тоже есть. Молдова 151 тысячи. Азербайджан 83 тысячи. Уверен. Грузия 65 тысячи. Согласен. Да, есть такое. Армения 48 тысячи. Таджикистан 30 тысяч. Согласен. Киргизия 27 тысячи. Тоже согласен. То есть, я так понимаю, что в будущем Украине надо немножко, конечно, постараться, чтобы больше из Средней Азии к нам приезжали люди, ну, там, ну, хотя бы как международные мигранты. А сейчас я вам хочу показать табличку, которую вам никто никогда не покажет, а я покажу. Все внимание на экран. Сразу набрать воздуха. Это топ 10 стран, в которых проживает как международные мигранты граждане России. Опять же, в 2017 году. Вы же понимаете, что кроме того, что едут в Россию жить, в других странах, сами граждане России уезжают в другие страны жить. Итак, обращаем внимание, таких граждан России в 2017 году проживали за пределами России, будучи гражданами, 10 миллионов. Точнее, 10,6. То есть, да, если посчитать, 11 миллионов проехали извне, 10 выехали. Обратили внимание? 11 приехали, 10 выехали. Еще раз обратили внимание? 11 приехали, 10 выехали. Вот это и есть глобализация. Подключение, когда кто-то кричит. Да нет, к нам все едут. Да ребенок. Не все так просто. На первом месте, понятно, что Украина, еще раз говорю, да, между Украиной и Россией есть четкая взаимосвязь. 3 миллиона граждан, практически пресекается, 3 миллиона граждан России проживает в Украине. На втором месте Казахстан, 2 миллиона 4 миллиона. Вполне логично. Третье, Узбекистан, миллион 48. Согласен. Четвертое, Азербайджан, 869 тысяч. Потом идут граждане России, проживают в Беларуси, 680. В Киргизии, 402 тысячи. В Армении, 236 тысяч. В Таджикистане, 137. В Грузии, 133. В Молдове, 112. Я понимаю, вы скажете, что это те лица, которые получили это не совсем. Ну, по-разному. Вы сами знаете, что какая-то часть, ну, когда СССР разваливался, какая-то часть, ну, там, Молдаван, Грузин, Таджиков, ну, других народов, жили на территории России. Да, они получили с российским паспортом. Ну, по ряду обстоятельств, они вот в данном случае выехали, ну, на свою родину. Или наоборот, люди сначала приехали в Россию, получили с российским гражданством, потом вернулись в Таджикистан. Понимаете, я не могу четко сказать, какие тут национальности. Такое чудо не видится. Это граждане. Еще раз повторяю. Что 10 миллионов граждан России, граждан России, еще раз повторяю. Выехали в другие страны и в 2017 году проживали там, как международный мигрант. А теперь показываем Украину. Как же без Украины? Обращаю ваше внимание, что, помните, там, 5 миллионов международных мигрантов проживают в Украине. А вот с Украины выехало граждан Украины 6 миллионов. Минус. А тут четко. Если в России там один миллиончик, даже в плюсе, то в Украине в минус. Но, обращаю внимание, не 100, не 200, не 400. Да. 2 миллиона минус. То есть, грубо говоря, если посчитать мигрантов, то у нас получилось на 2 миллиона больше выехало в 2017 году, чем приехало. Это имеется тут по Украине. Смотрим. Первое место. Ну, понятно, что Россия. 3 миллиона 272 тысячи граждан России проживают на территории Украины. Второе. Граждане США. 377 тысяч. Да, 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 да. Ой. Извиняю. Ой, прошу прощения. Граждане Украины проживают в США. Граждане Украины. То же, граждане Украины. Первое. Значит, 3 миллиона 272. 272 тысячи. Граждане Украины проживают в России. 377 тысяч. Граждане Украины проживают в США. Согласен. 346 тысяч. Граждане Украины проживают в Казахстане. 262 тысячи. Граждане Украины проживают в Германии. Тоже согласен. Да, действительно. Теперь смотрите. Вот в Италии 236 тысяч. Вот это первая волна миграции. Да, на сегодняшний момент, грубо говоря, граждане Украины 236 тысяч. Ну, как бы, длительный, например, имеет трудовые визы, работает в Италии. Есть. Не 2 миллиона. 236 тысяч. В Белоруссии 225 тысяч. Логично. В Польше, ну, 209 я тебе показывал. В Чехии 136 тысяч. Да, да, такое тоже есть. Израиль 132 тысячи. Ну, да, да. Это не так. И Узбекистан 123 тысячи. Итого 6 миллионов граждан Украины выехали в другие страны. Вот такая вот наглядная статистика. Я думаю, информация полезная. Нужная. Познавательная. Ну, в всяком случае, не будете говорить всякие смешные цифры, факты. Да, действительно, в мире глобализация. Очень многие люди, ну, скажем так, родились в одном месте, живут в другом, переезжают, меняются. Вы сами идите. И по России, и по Украине. Еще раз напоминаю. Между Украиной и Россией, да, действительно, существует, ну, такая, на бытовом уровне, довольно сильно заносинский. Там миллионы, и тут миллионы. И по этой причине вот этот разрыв, который делают политики и Украины, и России, мне ужасно не нравится. Но им это нравится. Но я думаю, вам это тоже должно не нравиться. Благодарю за внимание.